Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. 17 февраля 2005 года исполнилось 100 лет со дня трагической гибели великого князя Сергея Александровича Романова. Но личность его до сих пор остается малоизвестной. Подлинный облик этого высоконравственного человека, олицетворявшего исконную Русь и ее историческую власть, сознательно искажался врагами России, с которыми он в свое время не шел ни на какие компромиссы. В 2006 году Новоспасский монастырь приступил к многотомному изданию материалов биографии великого князя Сергея Александровича. Основными источниками послужили документы из его личного фонда, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, а также материалы из Российского государственного исторического архива и Российской национальной библиотеки. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию первый том данного издания, который посвящен раннему периоду жизни Сергея Александровича, с рождения до наступления его совершеннолетия. Первый том включает в себя жизнеописание и юношеские дневники великого князя Сергея Александровича. Отрывки из воспоминаний его воспитателя Дмитрия Сергеевича Арсеньева, ставшие сегодня библиографической редкостью. Написанные в конце 1890-х годов, они были опубликованы в русском архиве за 1910 год. В настоящее издание вошли фрагменты этих воспоминаний, посвященные истории назначения Дмитрия Сергеевича воспитателем великого князя и раннему периоду становления их взаимоотношений, вылившихся в необычайно крепкую привязанность и любовь, не утраченных с годами. Со страниц книги перед нами встает незаурядный образ воспитателя, прекрасно образованного морского офицера, участника нескольких сражений. К этому следует добавить горячее сердце русского патриота, добропорядочность и внутреннее христианство, составляющее существо его натуры. По словам издателей, воспоминания Арсеньева написаны обстоятельно, вдумчиво, с большой долей откровенности и теплым сочувственным отношениям. Они характеризуют не только самого автора как человека, глубоко преданного своему воспитаннику и его царственным родителям, но и знакомят с обстановкой и людьми, окружавшими маленького Сергея Александровича в первые годы жизни. Представляются особенно важными сегодня высказанные Дмитрием Сергеевичем взгляды на цель и задачи воспитания как священные обязанности, призванные зажечь в душе ребенка живое чувство веры и любви к Богу и ближнему. Не будучи профессиональным педагогом, Арсеньев сам был воспитан на традиционных устоях того времени, хранивших еще отеческую веру, верность воинскому и гражданскому долгу. Эти высокие чувства он привил своему воспитаннику с раннего возраста, отдавая ему всю свою душу и все свое время, не зная ни развлечений, ни отдыха. Воспоминания Арсеньева и составленное им жизнеописание Сергея Александровича легли в основу первой части данной книги. Во второй части представлены юношеские дневники Великого князя. Как отмечают издатели, первой душевной раной в жизни 16-летнего Сергея стала свадьба горячо любимой сестры Великой княжны Марии и ее отъезд в далекую Англию. Это была не только разлука с верным другом и товарищем детских игр, но и у крушения всего беззаботного мира детства, начало нового периода становления. Свои чувства Великий князь изливал в дневниках, которые начал вести с 1872 года и не оставлял на протяжении всей жизни. Однако юношеские дневники имеют то преимущество, что являются в большей степени дневниками сердечной жизни. В них более раскрывается душа молодого человека с ее переживаниями, тревогами и радостями, которые с годами становятся все более скрытыми для посторонних глаз. И даже в личных дневниках заменяются скупыми записями внешних событий. Составители избирали для публикации те дневниковые записи, в которых наиболее раскрывались нравственные свойства личности Великого князя. В этих документах отразился аромат эпохи и тот старинный уклад жизни русского образованного общества, который имел корни в религиозной и семейно-бытовой традиции. И хотя детство Великого князя проходило на фоне столичных дворцов и царских резиденций, оно впитало в себя основные черты большого мира русского детства. Этот мир включал в себя и особую близость к природе, и теплое сочувственное отношение к людям и окружающей действительности, причастность к фольклорной и литературной традиции. И, конечно же, православное церковное мировоззрение, пронизывающее все стороны жизни. И если в воспоминаниях Арсеньева и жизнеописании содержится драгоценный опыт христианского воспитания детей, то в дневниках Сергея Александровича можно увидеть плоды этого воспитания. «Горячо помолился, хорошо помолился, Господи, да будет воля Твоя» постоянно встречается в его детских дневниках. И нигде ни слова осуждения или недовольства поступками других, а наоборот, открытость к людям, к миру. Царские дети не были изолированы от жизни стенами дворцов и искусственно созданными условиями тепличной жизни, полной удовольствии. Напротив, постоянное участие в жизни семьи, окружающих людей, с их неизбежными заботами, скорбями и болезнями, воспитывали в Сергея характер отзывчивый, сострадательный, готовый к любой помощи. Программа воспитания и образования великих князей включала регулярные посещения больниц и приютов, которым они благотворили, заводов, где они знакомились с трудом рабочих, даже тюрем для ознакомления с условиями содержания заключенных. Их готовили к широкой социальной и государственной деятельности, а для этого надо было знать жизнь простого народа. Так в атмосфере любви дорогих родителей, милых братьев и сестры, любви к высшему искусству и красоте окружающего мира созидалась молодая душа, своими лучшими порывами, устремленная к Богу, к высоким переживаниям верующего сердца. Ум, сердце и эстетическое чувство всегда были в развитии и задействованы в разных занятиях. Будь то учеба или прогулки на природе, посещение художественных музеев, подготовка подарков и устройство рождественских елок. Везде он участвовал полностью, всем сердцем и душой. Это ощущение полноты жизни однажды отразилось в радостном восклицании. «Хорошо, хорошо жить на свете Божьем, не правда ли?» По словам издателей, юношеские дневники Сергея Александровича это дневники счастливого человека, и потому они читаются с особым светлым чувством. Однако его отличительной чертой, проявлявшейся уже в раннем детстве, было чувство быстротечности, времени и невозможности возвратить прошлое не на миг. Отсюда особенное понимание ценности каждого счастливого дня, доброго чувства, возможности находиться рядом с близкими и дорогими людьми. Он как будто хочет остановить прекрасные мгновения, но жизнь неизменно идет вперед. Уже все чаще и чаще доносится дыхание грозных событий, готовящихся поглотить эту беззаботность жизни. Впереди война с Турцией, революционное ображение в столице и назревающие трагедии в семье. Они коренным образом изменят эту молодую жизнь, которая не защитит высокое происхождение, а, напротив, сделает ее более уязвимой для общественных ветров. Эта книга открывает многотомное издание документальных материалов, посвященных жизни великого князя Сергея Александровича Романова. Сын царя-освободителя, брат царя-миротворца и дядя последнего российского царя-страста терпца, великий князь Сергей Александрович стал первым мучеником царственного дома в начале 20-го столетия. Воспоминания близких, дневники и письма великого князя помогают нам постепенно в хронологической последовательности реконструировать исторически достоверный портрет этой выдающейся личности. Сегодня был представлен первый том данной серии. В одной из следующих программ мы продолжим знакомить с этим изданием. Ну а на сегодня наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь, дорогие телезрители, и желаю вам всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова